Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. История, с которой хотел бы поделиться с вами, это история, которая произошла с моим товарищем, ветеринарным врачом, который более года назад уехал в другую страну. Страна Канада, в которой свои правила, свои законы. И вот для того, чтобы ему стать ветеринарным врачом, он должен подтвердить диплом и профессию, что он и делает. Он учится, сдает поэтапные экзамены. И думаю, что скоро наступит тот период, когда он станет ветеринарным врачом там. До тех пор, пока он не защитит профессию, он не имеет права лечить и консультировать. И вот в жизни бывают такие истории, ситуации, когда ты должен выбрать или же пойти направо, или же пойти налево. С одной стороны, юридически он не имеет права лечить, а с другой стороны, он приехал к своему товарищу, где во дворе были овечки. И была овечка, которая патологически не могла родить. И ждать помощи с другой стороны, от другого специалиста, уже не было такой возможности. И Олег принял решение, фактически на живую, на полу, вместе с этим товарищем, с инструментарием только нож, нитки и иголка, принять такое решение. Несмотря ни на что, несмотря на политику этой страны, несмотря ни на то, что нет наркоза, нет условий и возможности сделать шаг назад, он пошел вперед. Они вместе прооперировали и оказали правильную профессиональную помощь. Они сделали кесарево сечение и спасли этих двух овечек и маму. Поэтому история сегодня такая, несмотря на то, что с одной стороны, юридически ты не врач, но по силу и по духу ты доктор, иногда мы, ветеринарные врачи, идем, несмотря ни на что, вперед и оказываем помощь. А потом думаем, что с этим будет. Поэтому сегодня я решил поделиться с вами вот такой вот историей и о таком вот человеке, что несмотря ни на что, все-таки доктор должен быть доктором. И юридические аспекты не всегда важны. Будьте здоровы, будьте здоровы вы, ваши близкие, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня.